Приветствую коллеги, это программа о рынках, с вами я автор Артур Диатуллин. Ну что ж, давайте поговорим про то, что у нас случилось вчера. Рисковые активы у нас умеренно продавали во вторник, что видно из отрицательной динамики основных биржевых индексов США. По ним вот умеренные продажи наблюдались, да, там на NASDAQ чуть больше 1% потерял, SP500 и Dow у нас были в минусе менее, чем на 1%. И одновременно с этим у нас наблюдался такой солидный интерес инвесторов к долговым инструментам, к суверенному долгу. Если мы посмотрим на динамику доходности Treasuries, немецких бандов, бандов Великобритании, именно долгосрочных, десятилетки возьмем, мы можем видеть следующую картину. У нас там везде происходит откат. Собственно, если мы возьмем, скажем, доходность десятилетних казначейских облигаций США, мы можем видеть то, что вот по достижению отметки в 1,75 у нас уже около недели происходит откат в доходности. Ну, собственно, по остальным доходностям, вот я здесь их вывожу, десятилетки немецкие, Великобритания, Австралия, по ним также видно снижение доходности, ну, то есть инвесторы, так же в них возвращается, повышается спрос, получается, инвесторов на суверенный долг этих стран, что вызывает рост цен на эти облигации или, как бы, другими словами, снижается их доходность. Собственно, так как это происходит вместе с тем, что у нас отрицательная динамика в рисковых активах наблюдается, у нас корректируются рисковые активы, да, это отличает вот эту негативную динамику в акциях от провалов, которые мы видели ранее. Ранее, тут как раз-таки в феврале, вот в марте, напомню, да, у нас тогда были очень активные такие движения вниз. Давайте вот посмотрим, например, возьмем из 500. Смотрите, значит, когда у нас, напомню, да, происходил резкий рост доходности в долгосрочных, именно в долгосрочных ставах, например, в 10-летних трейджерис, да, у нас вот такие происходили вот резкие падения, вот здесь, вот здесь они видны, вот здесь, которые очень активно затем, как мы видим, выкупались, да. Да, собственно, у нас происходила распродажа в бандах, в долгосрочных бандах, которая влияла на акции технологического сектора прежде всего, и, собственно, падающие тейки, они тянули за собой широкие индексы, да, там подключались, получается, спекулятивные продажи, это все тянуло индексы вниз, но это все активно выкупалось. Вчера же у нас появились первые признаки вот этих продаж, первые признаки продаж одновременно с тем, что у нас в бандах спрос наметился. И это вот на самом деле интересно, потому что, когда у нас корректируются акции вниз и растут облигации, этот паттерн, он характерен для рисков, то есть когда возникает неприятие к риску по каким-то причинам, да, инвесторы стремятся меньше на себя брать риск, уходят в защитные какие-то активы, это вот провоцирует в совокупности динамику такую, что у нас растет спрос на банды, да, на фиксированный поток платежей, да, и снижается спрос на риск, то есть на акции. Вот такая вот интересная у нас происходила вчера динамика, на что нужно обратить внимание, потому что это призывает к осторожности. К осторожности. Почему? Потому что у нас до этого доминировала вот эта тема глобального восстановления, что у нас провоцировало рост в акциях, прежде всего в смолке в компаниях, в компании с небольшой капитализацией, провоцировало рост в нефти и провоцировало рост в доходности, то есть попадение цен на активы с фиксированной доходностью, на облигации. Вот, собственно, вчера у нас появились первые признаки откатных движений вот в этих активах. То есть, во-первых, смотрите, у нас начали расти банды вновь, у нас корректировались вниз рисковые активы. Третий момент. У нас в нефти, да, там произошло очень сильное падение, еще раз оступились, получается, вновь там покупатели, падение там на 3 с лишним процента. Также, если мы посмотрим динамику смолкеп-компании, возьмем индекс раз в 2000 относительно NASDAQ и S&P 500, мы увидим следующий динамик. Это вот, получается, данные за последние дни. Вот, смотрите. Здесь я вывожу, значит, каждая из кривых, это вот, получается, цены на фьючерсы NASDAQ, S&P 500, раз в 2000. Непрерывные контракты не торгуются, поэтому мы их берем, да. И вот, собственно, мы видим, что активно, активно во вчерашней коррекции у нас как раз-таки снижался именно индекс раз в 2000, индекс компаний с небольшой капитализацией, в которых инвесторы рвались, когда стало понятно, что экономика начала восстанавливаться, окончательно стало ясно, что мы перешли к восстановлению, к фазе восстановления. Инвесторы стали рваться в small cap компании, потому что считалось, что у них наибольший потенциал роста в этой фазе подъема экономики, в начальной фазе подъема экономики, поэтому инвесторы рвались. Сейчас мы наблюдаем как раз-таки вот интересную и, на мой взгляд, очень важную откатную динамику. Это вот первая откатная динамика за несколько месяцев, сильная откатная динамика. И, как мы видим, сначала у нас small cap опережали, их рост доходности их опережал, у нас DAC S500 сейчас обратная, получается, у нас происходит обратная картина, обратная динамика, возникает активно коррективность раз в 2000, остальные, да, у нас также падают индексы, но в меньшей, но падают у нас в меньшей степени. И вот смотрите, если мы с вами рассмотрим далее, что у нас произошло по нефти, у нас произошла вот такая вот... Давай сначала с нефть позже разберемся, вот касательно доходности в бандах, да, мы сейчас с вами говорили о том, что у нас доходность начала падать, цены на облигации начали расти, и вот нужно отметить, что в последние дни происходило синхронное движение. Падала у нас доходность по облигациям десятилеткам Великобритании, по тражерям, понятно, в США, и вот по немецким облигациям везде у нас доходность получается снижалась. Инвесторы возвращались в долгосрочные банды, хотя еще только недавно они очень сильно как бы от них сбегали, да, получается, от них. Ну и вот, собственно, вот эти все, вот этот весь комплекс движений, который мы наблюдаем, он позволяет нам предполагать, что у инвесторов появилось сомнение в том, что вот эта доминирующая тема восстановления экспансии экономики, да, которая, получается, с ноября до марта была, да, в ней появляется, вот то, что она вот настолько вот неуязвима, да, критике, то, что она продолжит двигать рисками активно вверх, бандами вниз, будет тянуть дальше нефть вверх. Нет, на самом деле вот появились первые признаки, появились первые трещины, да, вот в этом всем движении, вот в этой всей динамике, да, которую мы наблюдаем. И это, конечно же, призывает, призывает сейчас к осторожности, потому что, смотрите, когда у нас, получается, есть восстановление, у нас есть вот это движение в акциях, в бандах, в нефти, да, оно продолжается, покуда у нас есть позитивные катализаторы, поступает позитивная информация, поступают экономические данные, в которых содержится какой-то позитивный сюрприз. У нас происходит движение, да. Когда у нас новостной фон начинает портиться, когда он сначала становится нейтральным, в нем отсутствует позитивный катализатор, потом начинают портиться какие-то сообщения появляются, понятное дело, в этой всей картине, да, наблюдаются какие-то, начинают происходить откатные движения. Собственно, на самом деле у нас есть причины повлагать, что новостной фон портится. Во-первых, это ситуация с вакцинацией в Европе, да. Продление локдаунов в Европе. Во-вторых, у нас, я обсуждал это ранее, экспортные данные по азиатским экономикам начали вот показывать чуть более, менее энергичный рост в феврале. Японский экспорт там подвел, китайские индексы активности также показали. Показали чуть меньший рост, вот охлаждение, да, некоторой активности показали, чуть менее бурный рост, будем так говорить. По экспорту Сингапура также были данные, которые не оправдали ожидания, мы с вами разбирали их в предыдущих обзорах. Это все вот провоцировало такой нарастающий клубок сомнений у инвесторов по поводу того, что доминирующая на рынке тема глобальной экспонансии восстановления, она вот будет продолжать, по сути, двигаться рынками вверх. Появились сомнения, и вот, наконец, мы увидели коррекцию, причем она, как мы с вами обсуждаем, происходит синхронно. Возвращаясь инвесторы в долгосрочные банды, это раз, коррекция в рисковых активах 2, ну и, собственно, нефть, да. В двух последних обзорах мы с вами говорили о том, что она должна скорректироваться, но шансы были велики на коррекцию, да, я обсуждал эти причины. Ну и вот, мы, собственно, смотрите, мы сначала пробили долгосрочную трендовую линию, которая у нас шла, получается, с ноября прошлого года. Мы ее здесь пробиваем, ну и, собственно, затем мы подходим, опять же, к трендовой линии, которая уже сейчас наступает барьером к росту наоборот. Ну и, собственно, от нее мы снова отбиваемся вниз. Мы это все сами обсуждали на предыдущих обзорах возможность вот такого вот сценария. Вот, собственно, он реализовался, на мой взгляд, далее шартист нефть очень рискованно, потому что у нас вот это краткосрочное помутнение, помрачение, да, которое наступило, да, у инвесторов. Здесь были сброшены спекулятивные позиции в основном, да. Плюс, да, новостной фон вот такой тоже не очень сильный, да, он не благоволит возвращению быстрому к росту, поэтому, смотрите, пока что, пока что... Основной сценарий дальнейшей движения нефти это вот какая-то вот здесь консолидация, возможно, поход в сторону 56 долларов за баррель, ну, ниже, не знаю, вряд ли, наверное, ниже она уйдет. Вот, и затем дальше поход опять к 60 долларов, мы вот в этом диапазоне, мы будем сидеть, по крайней мере, до заседания ОПЕК 1 апреля, где они там, возможно, какие-нибудь обнадеживающие дадут комментарии, как-то смогут, собственно, поддержать рынок. Но, ну, а сейчас вот нужно иметь в виду синхронное движение, синхронные откатные движения в тех активах, где инвесторы делали ставку на глобальную экспансию. Во-первых, это рост нефти, во-вторых, это распродажа в бандах долгосрочных, и третье, это вот рисковые активы и их рост. Мы сейчас там наблюдаем откатные движения. Рисковые активы у нас снижаются, в банды снова лезут инвесторы, не, соответственно, так же корректируется. Ну, и плюс вишенка на торте, это вот еще раз. Смолкэп компании, сначала я их рост опережал, SP500 и NASDAQ, и Dow, теперь они наоборот, наоборот выступают лузерами. Вот это нужно иметь в виду, вот эти откатные движения, которые происходят сейчас, нужно вот на них очень нелательно обращать внимание, потому что они могут вот в краткосроке какой-то вот, будем так говорить, обозначать вот некоторый разворот, разворот в ожиданиях, переход в некоторую консолидацию, которая продлится, на мой взгляд, около недели и месяца перед тем, как мы сможем вернуться к росту. Для росту, естественно, нужны солидные причины, более основательные причины. И на мой взгляд, единственное, что осталось, это вот новость или информация, которая даст четкое понимание, когда же будут локдауны, когда же будут сняты полностью социальные ограничения. Потому что это основной барьер для восстановления мобильности потребителей, это основной вот этот барьер для того, чтобы вот этот экономический импульс, да, накопленный спрос, он себя реализовал. Нужна, нужна мобильность, нужно ослабление локдауна. Пока вот этого понимания, когда же будут локдауны ослаблены, нет, у нас проблемы с вакцинацией, у нас локдауны продлеваются. В США там несколько сообщений, да, мы получили, потому что там локдауны где-то там ужесточаются, продлеваются. Не так уж прям сильно, это только в отдельных штатах, но вот в Европе прям там конкретно. Вот в Германии, да, достаточно жесткие ограничения, она продлила до, кажется, середины апреля. И вот снова у нас, будем так говорить, усилилась неопределенность по поводу того, когда у нас произойдет полное открытие, полный перезапуск, нормальный перезапуск экономик, возвращение к нормальному состоянию. Вот, собственно, вот это нужно иметь в виду, то, что нас, скорее всего, ожидает консолидация, я бы сейчас не спешил входить в рисковые активы, ставить на какой-то среднесрочный рост. На мой взгляд, будет еще движение ниже. Если мы, допустим, посмотрим тот же самый S500, фьючерс, там мы берем, мы опять снова здесь, как мы видим, бьемся, мы бьемся опять об трендовую линию. Вот здесь, да, выкупили, да, получается, были какие-то еще ожидания, да, на тот момент были еще позитивные ожидания, нефть тогда еще была высокая, да, поэтому не было какой-то вот конъюнктуры такой хрупкой предпосыл для того, чтобы опускаться, закрепляться ниже трендовой линии. Но мы снова здесь, снова мы около трендовой линии, возможно, какие-то проскоки вот здесь, пробросы вниз, да, движение, на мой взгляд, к уровню 3850 выглядит на самом деле сейчас логично, учитывая хрупкость рынка. Плюс, плюс, смотрите, еще один очень важный, очень важный фактор, я о нем говорил ранее, также, около двух или трех недель назад, это квартальная ребалансировка крупных фондов, которые инвестируют в акции и в облигации. Смотрите, складывалась такая ситуация, вот получается, с ноября прошлого года, то, что, понятное дело, у нас сильно росли рисковые активы, это не могло произойти без крупных фондов, да, у которых баланс между акциями и облигациями в портфеле сместился в пользу акций. Вот оно и сместилось, и мы увидели очень сильный рост. При этом сейчас у нас складывается следующая ситуация, акции хорошо выросли, в то же время банды сильно упали. Понятное дело, это все, вот, благоволит, это все сопутствует очень мощной и существенной ребалансировке квартальной, которую они обязаны делать, эти крупные фонды. Фонд в Японии, пенсионные фонды в США, фонды 60 на 40, да, которые там поддерживают соотношение 60% облигаций, 40% акций, да. Они все обязаны делать квартальную ребалансировку, и сейчас, подступая в этот момент, у нас заканчивается квартал, да, получается, первый. И вот эта ситуация, да, где есть, во-первых, дисбаланс в акциях, и во-вторых, акции хорошо выросли. Это все, вот, как раз-таки, прям наводит на мысль, что будет ребалансировка какая-то, да, будет, может, какое-то движение вниз, как раз-таки, на действиях этих фондов по ребалансировке. Они будут, получается, выходить из акций, сокращать долю акций в портфеле, будут переходить в облигации, которые очень хорошо подешевели, которые сейчас дешево стоят. Будет проводить ребалансировка, понятное дело, проскоки вот здесь вниз не исключены. Все это прекрасно понимают, поэтому хрупкость рынка, она сейчас высокая, я бы не торопился ставить, что-то вот покупать, да, какие-то вот широкий индекс брать. В тех компаниях, которые вы, свидетели, собираетесь, да, покупать, на мой взгляд, широкий, движение широкого индекса вниз, да, оно подтянет, в общем, другие компании по действиям. Так же вниз, да, понятное дело. Вот, поэтому можно дождаться цен подешевле, подешевле, да, и как раз-таки вот сейчас, как мы уже с вами обсудили, вот эта фундаментальная картина, да, в которой вот начинают появляться вот эти слабые, да, моменты, несостыковки, да, вот в теме глобального роста. Плюс эта квартальная реабилансировка, да, которую мы сейчас с вами осадили, это все вот благоволит, ну и плюс, плюс, да, очень важный момент, да, который я хотел бы сказать. У нас движение нефти вниз, да, вот сейчас адскоп вроде происходит, движение нефти вниз, которое мы с вами наблюдаем, это сразу же, сразу же вводит ограничения на рост инфляции в странах потребительных нефти. Ну почему, да, у нас нефть это основной товар, основное сырье, которое делает вклад в инфляцию, которая порождается издержками. То есть у производителей растут издержки, например, растут цены на энергию, да, и они вынуждены, получается, перекладывать их на конечную цену, что провоцирует рост потребительской инфляции. Цены на нефть у нас замедлили рост, перешли в консолидацию, да, на мой взгляд, как мы с вами вот сейчас разобрали. Вот, и понятное дело, это отнимает перспективы у инфляции. Нет перспектив у инфляции, понятное дело, рост, который у нас тесно связан с ускорением инфляции, он у нас также не получается. Вот такая вот нехитрая цепочка рассуждений, которая вот также нам говорит о том, что без дальнейшего движения нефти вверх у нас, понятное дело, не получится, да, делать ставку, уверенно делать ставку на глобальную экспансию, да, которую вот инвесторы делали буквально месяц назад, там, или два месяца назад. Поэтому вот это нужно иметь в виду. Поэтому я бы рассчитывал на, смотрите, движение в сторону 3850, да, как я уже здесь обсудил, поработать трендовые линии, возможно, какое-то движение около нее, да. По доллару, да, валюта, которая, в принципе, отвечает, на самом деле, на движение, на коррекцию вниз в акции, как мы с вами говорили. Ну вот, собственно, мы с вами уже обсуждали то, что, скорее всего, будет выход доллара из диапазона вверх. Ну, собственно, это и произошло. На мой взгляд, пока еще движение доллара вверх не закончено. Будет попытка двинуться к уровню 93, потому что вот если у нас в рисковых активах будут движения вниз, так как у доллара с рисковыми активами обратная, отрицательная корреляция, это будет способствовать повышению, укреплению доллара. Плюс, плюс, укрепление доллара сейчас способствует неважная, на самом деле, динамика в европейской экономике, в экономике Британии, да, там что-то с третьей волной, какие-то там опасения, ужесточение, ограничения. Это все отразится на данных, уже отражается, естественно, на данных. Ну и вот, пожалуйста, мы видим здесь вот, собственно, отрицательную динамику, они у нас, вот эти две валютные пары, две валюты, да, фунты и евро, они у нас носят основной вклад в индекс доллара, они снижаются, но, собственно, индекс доллара у нас растет. Вот, на мой взгляд, есть все шансы дальше продолжить на слабость рисковых активов, на то, что вот возвращается капитал обратно в США, потому что у нас есть рисков, да, доллар, как у нас валюта фондирования, да, она должна испытывать рост при рисков. Ну и, собственно, что сейчас и происходит. Вот, поэтому смотрите, давайте вот рассчитывать прежде всего на то, что у нас появились, будем так говорить, трещины, да, появилась возможность критиковать вот эту историю с экспансией, потому что у нас есть и рыночные реакции, и в данных какая-то вот слабость возникает, поэтому, поэтому вот рассчитываем на консолидацию, не спешим покупать рисковые активы, они еще будут дешевле, будут еще выгодные цены, просто, просто нужно подождать, нужно просто дождаться их. Вот, на этом, на этом у меня сегодня все, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то дельные комментарии, я буду рад их с вами осудить, вы можете это сделать под видео, их задать или написать. Вот, если у вас не понравилось это видео, да, вы считаете его полезным, если вы хотите увидеть новые выпуски, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк или дизлайк, чтобы я понимал, в каком направлении мне двигаться, не забудьте подписаться, если вы хотите увидеть новые выпуски этой программы. Вот, на этом я завершаю свой обзор, всего доброго, торгуйте в продаже.